Старая Московская дорога. 200 лет назад здесь заканчивались границы города Переславля-Рязанского, а сегодня это западная часть старого центра Рязани. К сожалению, забытая и заброшенная. Современным рязанцам улица Семинарская известна тем, что на ней располагается 14-я больница, железнодорожный техникум, а дальше начинается район Бутырки. Само здание больницы, между прочим, не только памятник архитектуры, но и часть древнейшего в городе архитектурного ансамбля. Встречает замечательным ансамблем, стоящим из трех особняков дворцов, потому что к этим домам применим это слово. Особняк, дом, здание, создание. Это градская больница начала 19 века, это дом трудолюбия справа флангом правым, левым флангом редутный дом. Один из первых классических особняков старого города, который появляется на этой уже улице Семинарской. В этом явно требующем ремонта великолепном здании, построенном в античном стиле, прекрасен не только внешний вид. Внутри сохранилось помещение домовой церкви, градской больницы. В советские годы алтарь и иконостас разобрали, четырехъярусную люстру сняли, а фрески закрасили. Сохранить удалось колоннаду, сводчатые потолки, изображение спасителя. Сегодня оно так и висит, в скромной рамке, напоминая о том, что было здесь почти 200 лет назад. Церковь была посвящена Александру Невскому. По преданию, поллегенда, что даже мама его была рязанской княгиней Феодосия. И окончил он свой земной путь, тоже на рязанской земле, предполагают некоторые историки, потому что два городца было, один на Волге, там вниз, другой на Кето, не что иное, как город Касимов нынешний, называвшийся городцом Мещерским. В архитектурный ансамбль на старой московской дороге, ныне на улице Семинарской, входил также редутный дом. Сегодня здание заброшенное и находится в аварийном состоянии. Кирпичную стену размывает, а нарушится, колонны вот-вот упадут, здание пустует. Хотя еще несколько десятилетий назад здесь был корпус военного госпиталя. Редутный дом – это памятник, с которого начиналась классика в нашем городе. То есть первенец. Возможно, название появляется, когда здесь в екатеринское время появляется ров и вал к ограничению города. Дело в том, что прямо за редутным домом как раз был тот самый ров и вал. Он с трех сторон окружал старый город XVII века. Поэтому редуты – это укрепление, система укреплений, которая охраняет город. А за парадным архитектурным комплексом с колоннами. Во дворах – забытое и полуразрушенное кирпичное сооружение с башенкой, которая напоминает о времени постройки – 1884 год. Конец XIX века. По предположению Крыведа здесь могло располагаться некое производство – маленькая фабрика. Мы связались с историком Александром Дударевым, и, возможно, в скором времени он найдет архивные данные. А нам удастся узнать о предназначении этого объекта. Марина Романюк, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».